Как Россия провалила испытания своей очередной вундервафельной ядерки, что-то пошло у них снова не по плану. И насколько теперь месяцев может быть обескровлена российская оккупационная армия от наличия боеприпасов, которые мы тысячами тонн без преувеличения уничтожили на территории врага. Обо всем этом и не только говорим прямо сейчас. Ирина Узлова, меня зовут, и с нами традиционно еженедельно Давид Шарф, военный обозреватель. Давид, здравствуйте, искренне рада вас видеть. Давид, вот моя попытка номер пять, точнее путинская, получилась опять как-то криво-косо. И на полигоне Плесецк в Архангельской области Россия провалила тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат». Опять. Никогда не было, и вот опять говорится, четыре раза уже провалилось это испытание, и теперь вместо полигона просто большая дырка. Об этом говорят спутниковые снимки и кадры. Вот так ничего у них не выходит. Это, по крайней мере, четвертая попытка, которая не увенчалась успехом. Одна там, да, какая-то была удачная, и то не совсем. А что же такое? Там могло взорваться жидкое топливо как-то в процессе заправки, или вообще эти ракеты, потому что спешили, Путин хотел же их побыстрее, чтобы их сделали. Они просто ни на что не способны. И насколько это Давид обмельчает в глазах и мира Путина, который шантажирует ядерной дубиной, а она напоминает скорее какой-то обрубочек. Жидкое топливо само по себе. Ракеты на жидком топливе, это, конечно же, менее продвинутый подход, чем твердотопливные ракеты. И тот же западный мир, и Соединенные Штаты давным-давно перешли на твердотопливные ракеты. Однако считать, что жидко-топливные не несут опасность, у них есть рад недостатков. По сравнению с твердотопливным, это и долгая подготовка к пуску, это и токсичность, и это, кстати, проблемы излишние с аварийностью, и хранить кое-где проблематично, и так далее, и так далее. Тем не менее, многие из них, которые доведены до ума, они вполне надежны и представляют опасность, несмотря на свои недостатки. Что же касается конкретно российских испытаний, то я подозреваю, что проблема не в самом жидком топливе, это проблема либо в браке при производстве ракеты, либо в том, что ее, по большому счету, не довели до нужной кондиции. Вообще, последние, ну можно сказать, десятилетия, последние годы, во всем, что касается испытаний российских межконтинентальных ракет, как морского базирования, так и не только морского, слишком много, с точки зрения России, было провальных и проблематичных пусков. Это говорит о неких серьезных проблемах, достаточно серьезных проблемах. Но недооценивать ядерный потенциал России в целом все равно не стоит. И, кстати говоря, именно на Западе его не недооценивают, а, возможно, даже переоценивают. В любом случае придерживаются той самой крайне осторожной стратегии, исходя из того, что минимальный шанс на столкновение с Россией может привести к минимальному шансу на вспышку ядерной войны. А ядерная война – это не война в одни ворота. В любом случае, и, видимо, Россия в любом случае способна нанести Западу очень и очень серьезные ущерб в рамках этой ядерной войны. Именно из этого постулата исходят. Поэтому сам факт неудачного очередного испытания, естественно, вызывает радость и злорадство. Это понятно. Говорит о том, что в целом проблематичность такая общая по некоторым системам вооружения российским, стратегическим, никуда не делась. Но недооценивать их тоже никто не собирается. Что же касается удара по престижу Путина, ну, во-первых, на Западе он высок-то особенно и не был. Ну, а что касается внутри, так всегда, во-первых, внутри России, ну, во-первых, всегда пропаганда может в нужном русле кое-что повернуть. Сообщения, естественно, о тех или иных новостях со знаком минус либо могут отсутствовать на общих СМИ общего типа, либо им будет придан правильный оттенок. Ну, и, наконец, всегда можно все свернуть на, знаете, царь хороший, бояре плохие. Как сейчас генералов он ловит в Министерстве обороны за воровство. Сейчас идут репрессии. Никому же голову в массе в России не приходит указать на Путина или даже вот на шульгу недавнего министра обороны, как на обвиняемого. То есть, может, в душе кому-то и приходит, но мало кому. Так что здесь в плане его престижа тоже не все так плохо обстоит, когда у тебя такой пропагандистский инструмент внутри страны. Это многого стоит. Соединенные Штаты тем временем успешно испытали, способную долететь до России, ядерную ракету «Минутмен-3». 17 сентября был проведен этот тест. Поговаривают, что это сигнал для наших союзников и для наших противников. А такой сигнал и успешного, отмечу, конечно, тут испытания. Он понятен для России, что это игра действительно в один конец, но в нее, точнее, даже не игра, а вот такая огромная угроза. Можно играть вдвоем этот ядерный шантаж? Ну, само собой, Америка не занимается ядерным шантажем. У России это не принято в цивилизованном мире, но у России есть более-менее прекрасная осведомленность о том, что из себя представляет американский ядерный потенциал. И более того, разного рода, ну, назовем это так, в большей степени специалисты, приближенные к Кремлю, которые занимаются околовоенными делами, они даже отдают, и это можно понять из публикации, в том числе они отдают себе отчет в том, а раз они, то и те, кто принимают решение в России, что американский ядерный потенциал, скажем так, выше российского с точки зрения военной. Касательно ракет Минитмин, то их испытывают на постоянной основе. Есть такая практика, так как это не то, чтобы что-то новое создали сейчас и хотели испытать. Хотя, возможно, какие-то вносятся, какие-то коррективы, я понятия не имею, это дело секретное. Но в целом на постоянной основе раз в какое-то время испытываются ракеты, чтобы оценить их степень исправности и функционала. Поэтому, когда не происходит что-то внеочередное совершенно, то даже, честно сказать, это нельзя считать намеком. Как намек, это видится автоматически. Есть сообщения о ядерных испытаниях. Впрочем, я не сомневаюсь, что россияне прекрасно осведомлены о наличии большого количества эффективных ракет в распоряжении Соединенных Штатов. По большому счету, то, что американцы провели, это рутина, если не всплывут новые подробности, это в меньшей степени тот самый ядерный шантаж, гораздо в меньшей степени, который справедливо присущ действиям Российской Федерации. Да-да, но видим, что Россия шантажировать, конечно же, никогда не перестает и не перестанет. Но видим ли мы, Давид, сейчас, что есть какие-то предпосылки для того, чтобы тактическую ядерку хотя бы Россия таки использовала? В ответ на что они могут пойти на этот шаг или ни на что? Я таких предпосылок и близко не вижу, кроме ситуации, когда руководство Российской Федерации слетает с катушек. Значит, если этого не происходит, то расклад может быть такой, когда решаются на применение подобного инструмента. Подобный инструмент, ведь повлечет его применение колоссальные катастрофические последствия для России. Это нужно понимать. Причем даже не на месяц и не на год вперед, а на поколение в буквальном смысле. И в международных отношениях, и в военном, и в экономическом, и в другом плане. Значит, поэтому, почему можно пойти на такой шаг, который, очевидно, принесет последствия, чтобы предотвратить нечто еще хуже? То есть вот так вот. Ну вот такая вот здоровая логика говорит так. А что же может быть еще хуже? Мне, честно говоря, представить сложно. Еще хуже это может быть угроза, вот то, о чем, в общем-то, говорится в доктрине, плюс-минус угроза существованию России, не знаю, угроза захвата противником Москвы, личная угроза власти Путина, его семье, ему лично. То есть должно быть, когда что-то взвешивается, когда взвешивается кардинальное решение совершенно стратегических масштабов, всегда должны взвешиваться любой стране плюсы и минусы. Естественно, решение у каждого свои взгляды на плюсы и минусы. Но здесь все просто, относительно, по крайней мере. Минусов от применения тактического ядерного оружия масса. Плюсы могут быть только в том случае, если его применение спасает тебя от ужасающих других, еще более ужасных последствий. Пока мы не видим для того, чтобы России грозили какие-то вот такие прямо ужасающие, немедленные последствия, ради которых следовало бы идти на ужасные жертвы. А применение тактического ядерного оружия – это ужасные жертвы для них во всех отношениях. Поэтому, конечно же, никогда на 100% нельзя ничего предсказывать. Тем более, когда мы анализируем, что в голове у какого-то одного человека или узкого круга. В недемократической стране, где решения принимаются по понятным и вменяемым механизмам, когда власть сията единолично, когда узкий круг принимает решения, тут все сложнее. История знает поразительные решения, принятые в одиночку либо в узком кругу. Но опять-таки, мы можем только на логику опираться. Я примерно привел те рассуждения, которые показывают, что шансы на применение тактического ядерного оружия в нынешней ситуации, когда ничего дико и коренным образом не изменилось, не в пользу России, эти шансы совершенно мизаны. Давид Шарп, военный обозреватель, Ирина Узлова, я. Друзья, напомню просто, что мы работаем прямо в эфире Ютуба 24-го. Спасибо за ваши комментарии, за ваши лайки, за то, что вы нас смотрите, за то, что вы даже своим спонсорством помогаете развиваться нашему Ютубу. Благодарим каждого. Давид, двигаемся дальше. Вы упомянули генералов, которых репрессируют и сажают. Продолжается эта волна действительно с весны этого года на территории Российской Федерации. Один из них уже сидит, а теперь уже ничего никуда не летит из Торопца, а также из Тихорецка. Потому что именно один из заместителей Шойгу Булгаков отвечал за строительство защитных сооружений над арсеналами вооружения в Российской Федерации. В 2018 году ходил красную ленточку, перерезал, а буквально вот на этой неделе два раза в Тверскую область прилетело, где он и ходил с красной ленточкой. Говорил, даже от ядерного нападения это защитят эти склады. Но от украинских дронов или обломков, как говорит Минобороны РФ, не защищает. Как видим, Тихорецк тоже уже никакие составы там никуда не едут, как поется в известной песне. А все горит и детонирует. Насколько удачны эти наши атаки? Что мы должны понимать о том, что действительно дефицит теперь может возникнуть боеприпасов у российской оккупационной армии и в краткосрочной, может и долгосрочной перспективе, как это все отобразится на ситуации на линии боя? Для начала атаки очень удачные. И они из самых удачных, которые вообще имели место за время дальних ударов украинских вооруженных сил или украинских и спецслужб вооруженных сил, сил обороны Украины в целом. Но тут есть несколько интересных моментов и деталей. Во-первых, по поводу Булгакова, коррупции и так далее. Я как раз не уверен, что вот этот вот успешный удар, но я имею в виду попадание это, понятно, было успешно. Дальнейшая детонация связана с тем, что коррупционеры разворовали деньги и там построен арсенал по стандартам худшим, чем заявлено. Ну, во-первых, по поводу ядерного оружия, это какая-то, насколько я не знаю, чья это именно цитата, может быть, журналистам. Мне удивительно было бы, если бы хоть кто-то военный такое сказанул, потому что, ну, выдержать ядерное оружие – это что-то за гранью абсурда для такого арсенала. Но что ведь интересно с этим арсеналом? Там в самом деле и были, и были, и есть, если что еще осталось. Новые обвалованные, забетонированные хранилища, неплохо, возможно, даже неплохо защищенные, как заявлялось, 240 тонн в каждом боеприпасах, однако значительная часть базы продолжала представлять, и это мы видим на спутниковых снимках, продолжало представлять из себя старое хранилище, менее защищенное, и тут разворовал Булгаков деньги и его товарищи или нет, но это было гораздо менее соответствующе, скажем так, современным вызовом, чем то новая часть. И вот это вот, кроме того, были сведения и даже отдельные снимки, правда, непонятно, было ли это ночь атаки, что вообще часть боеприпасов хранилась снаружи. И тогда мы приходим к выводу, что ты даже забетонировав часть, и сделав обваловку, и предприняв серьезные меры, и даже и потратив огромные деньги, в итоге ты ничего не добиваешься, если значительная часть все равно не соответствует вызовам. И плюс, по всей видимости, с нарушениями, а может это без нарушений и по соизволению, боеприпасы складируются и снаружи. И тогда детонации, массированной детонации вот этих склонированных наружи депреприпасов и малозащищенных бункеров приводят к тому, что уже и сильно защищенные бункера так или иначе не выдерживают, по крайней мере, некоторые из них. Были ли там в итоге нарушения и соответствовало ли стандартам это российской власти разбираться, но налицо был огромный успех украинской армии. На мой взгляд, это та цель, которые те цели, которые должны быть в самом приоритетном режиме находиться во всем, что касается их уничтожения. Приоритетнее любых НПЗ, приоритетнее любых демонстративных ударов, как когда-то было по Москва-Сити. Это, кстати, не значит, что одно заменяет другое, потому что для поражения арсенала, например, важна дальность, важна способность пробить какой-то бункер, хотя бы даже малозащищенный прямым попаданием. То есть важна точность. Я не говорю, я и близко не пытаюсь намекать, что раньше били по целям, которые не нужно бить, били, безусловно, еще как по тем, которые необходимы. Но вот это, и, конечно же, и Тихорецк, и второй на арсенал в районе Торопца, это приоритетные цели. Системное, посистематическое поражение таковых, то есть даже разовое поражение, это огромный ущерб, безусловно. Если подтверждается, тут я, к сожалению, не могу знать, но даже если самые банальные вещи хранятся на этих складах пораженных и в заметной степени сдетонирующих, даже минометные мины, ракеты для градов или просто артиллерийские снаряды, но в количестве десятков или сотен тысяч штук, это, безусловно, заметный успех, который, как минимум, скажем так, в течение месяцев может сказываться на фронте. То есть либо противник, либо противник должен уменьшить норму применения снарядов на фронте здесь и сейчас, либо это произойдет когда-нибудь позже. Но в любом случае огромное количество, если сотни тысяч снарядов и мин уничтожены, это не может не повлиять, безусловно. Естественно, это не внесет перелом в ситуацию на фронте в целом, но даже если ближайшие полгода на 5%, я вот совершенно мизерно иду, на 5-10% меньше будут стрелять или даже не полгода по всему фронту, это уже дело. Это значит, что больше украинских военных останется в живых, в больших случаях, в большем количестве случаев им удастся выполнить свои задачи в обороне и в наступлении. Это простая арифметика. Если бы мы знали точные данные, сколько уничтожено и чего, можно было бы сделать какие-то выводы. Но налицо очень серьезные успехи. И если такого рода успехи принимают системный характер, то есть не только 1-2-3 арсенала, но, насколько я понимаю, Тихорецкий он менее значимый, чем, собственно, тот, что у Торопса первый был уничтожен. В любом случае, если предположить, что такого рода успехи будут иметь место и дальше, то есть та самая системность, вот это уже не может не сказаться на ситуации на фронте, причем в продолжительном, я имею в виду, в продолжительной достаточной перспективе, и переоценить значимость такого рода ударов невозможно. Более того, даже если в итоге, скажем так, россияне будут вынуждены просто убирать эти арсеналы куда подальше от украинских ударов, это тоже будет значительный успех, даже если их нельзя будет уничтожить, но если их в срочном порядке, массу боеприпасов начинают перевозить куда подальше на сотни километров на восток, это серьезнейшая логистическая нагрузка, это масса человеческих ресурсов, и это отдаленность этих арсеналов от поля боя, что опять-таки в какой-то мере затрудняет, ну скажем так, делает менее эффективную поставку и, собственно, всю логистическую цепочку. Так что все это было заслуживает самых высоких оценок без преувеличений. И, кстати, демонстрирует еще один очень важный аспект, то, что ПВО российское, мягко говоря, не герметично, и то, что российское ПВО испытывает серьезные трудности, в том числе в деле защиты очень важных объектов, которые являются приоритетными, причем защите их непосредственно точечно на месте, возле самого объекта, так и защите на дальних рубежах. Впрочем, про дальние рубежи тут удивляться не стоит, потому что украинские беспилотники и какие-то другие средства поражения потихоньку прорываются вглубь России на регулярной основе, несмотря на бодрые заявления о сбитии множества беспилотников. А вот защита или отсутствие, вернее, защиты таких важных объектов уже непосредственно от них показательно. ПВО не хватает, ПВО не резиновое, ПВО несет потери, и вообще это ПВО – это дорогое удовольствие с точки зрения ракет и с точки зрения самих установок, и результат налицо. – Еще как, и за такое разъяснение, и за то, что и нас похвалили, Давид, спасибо. Но, наверное, может, Россия может обратиться к своим, так сказать, союзничкам Ирану, КНДР и привезти еще там Веранево новый шахедик приставили, ракету также пригрозили лететь на тысячу километров и больше. Или этого всего недостаточно будет при нашей методической охоте на такие склады вооружения, не только которое, я тоже уверена, будет продолжаться? – Если охота методическая, результаты подобные тем, которые мы наблюдаем в последние дни, продолжатся, это будет вообще колоссальный и продолжительный успех с уничтожением огромного количества боеприпасов, и, предположу, самых разных типов, то есть там и от каких-нибудь ракет Искандер и заканчивая минами 82 мм, которые очень важны непосредственно на поле боя, на уровне траншейной войны, обратятся, безусловно, они обратятся к своим союзникам и продолжат обращаться, и продолжат попытки закупить и не только у союзников, а у кого угодно на черном рынке, закупать боеприпасы, они сталкиваются с серьезным дефицитом. Да, они используют много боеприпасов разных типов, начиная от баллистических ракет дальностью в сотни километров и заканчивая теми самыми минами и снарядами, естественно, для отвольной артиллерии, но все равно им не хватает, им не хватает собственного производства, они несут потери, вот как, например, и сейчас. И, конечно же, это важнейшая составляющая, которую они ищут у своих союзников. Другое дело, что и здесь проблемы отнюдь не у одной Украины, как можно было бы предположить, что Запад производит недостаточно снарядов, темпы недостаточно высоких поставок, это все верно. Однако и у России проблемы такого рода есть, у не они, их производство это отнюдь не бездонная бочка, это очевидно, несмотря на то, что оно довольно масштабное. И у их союзников ситуация такая же в заметной степени. Насколько можно предположить, кстати, в Тихорецке есть некая осинт информация о прибытии поездов с Дальнего Востока именно в район Тихорецкого хранилища, что туда, кстати, кое-что именно из Северной Кореи доставляли. Так вот, та же Северная Корея по определенным оценкам не способна на постоянной основе производить очень много боеприпасов. То есть, да, у них, конечно, есть собственное производство, они страна изолированная, которая готовилась к войне, ну, по крайней мере, условно готовилась к войне. Это страна, которая всегда пыталась что-то продать, какое-то оружие и боеприпасы, каким-то изгоем и каким-то тем, кто не может купить оружие и боеприпасы в других местах. Но, судя по логике, они отдали России, и, кстати, генерал Буданов говорил, что они отдали России огромное количество боеприпасов сразу, и это имело, имеет большое значение для ситуации на фронте. Так вот, предположу, что они отдали заметную часть своих запасов, может быть, кроме так называемого неприкосновенного запаса. А вот дальше, если они отдали заметную часть запасов, то дальше им остается только работать собственного производства. А производство, как мы знаем, по примеру, и, кстати, России, и Запада, производство тех же снарядов очень сложно в наше время увеличить, ну, с условной цифры X, скажем так, до цифры 5X. То есть я к тому, что даже если северокорейцы будут и будут, и они наверняка это делают, усиленно производить боеприпасы, если они расстались со своими запасами в пользу России, то после этого их поставки должны упасть. Если мы говорим о снарядах и ракетах, вот таком базисных боеприпасах, касательно чего-то тяжелого, наподобие баллистических ракет или тяжелых систем РСЗО, которые можно, в общем-то, тоже вполне назвать тяжелыми и дальнобойными, вполне они и такими являются ракетами тактического уровня, вот здесь они априори не поставляются в очень больших количествах, и здесь, я думаю, что корейцы тоже часть из Запада, их уже, видимо, нет. А далее собственного производства. У Ирана, судя по всему, это дроны разного типа, это те самые баллистические ракеты, о которых мы и с вами недавно говорили, но насчет артиллерийских снарядов и мин, они, видимо, тоже из Ирана поступают в некоторых количествах, практически наверняка, и даже были такого рода свидетельства, но тут вряд ли дело может пойти об очень существенных количествах. Кстати, забавная деталь, несколько раз иранские боеприпасы светились и на видео, и фото украинских вооруженных, у солдат украинских вооруженных сил, это не могло не вызывать веселых вопросов. Я не сомневаюсь, что Иран не продавал в Украине напрямую, естественно, боеприпасы, однако кто-то позаботился о приобретении иранских боеприпасов, скажем так, у третьих лиц или у третьих стран, и даже не исключаю, что иранцы вполне догадывались, что их боеприпасы могут добраться и до Украины, но их особо это вряд ли заботило, хотя кто знает, но вот даже такие полукурьезные ситуации имеют место. В то же время угроза того, что Россия, превалируя в авиационной компоненте, продолжает бомбить нас кабами и не только лишь, сохраняется, к сожалению, за последнюю неделю российские оккупанты атаковали территорию Украины с применением около четырех сотен ударных дронов, 900 авиабомб различных типов и почти 30 ракет воздушного и надземного базирования запустили, говорит об этом президент Украины Владимир Зеленский. Давид, чтобы этих 900 авиабомб различных типов было меньше, надо бить дальнобойным западным оружием все-таки по авиационным различным военным объектам Путина или как сделать здесь так, чтобы они меньше бросали на нас авиабомб? Это действительно отображается катастрофически и на линии фронта, и просто по мирным людям. Во-первых, для начала надо признать, что предотвратить полностью такого рода действия невозможно. То есть ничего не поделать, у противника довольно многочисленная авиация, которая с дистанции десятки километров от линии фронта сбрасывает эти планирующие бомбы. Тем не менее, работать над понижением эффективности действия этой авиации можно и нужно. Более меры, естественно, предпринимаются. И, как всегда, эти меры комплексный характер носят. Что-то это оборонительные меры. Во всяком случае, это ранее предупреждение о вылетах самолетов. Где-то в населенных пунктах, возможно, если есть предупреждение, это и прятаться по тревоге. Но что поделать, здесь крайне сложно все это очевидно. В первую очередь, конечно же, это активные меры самого разного типа. Если можно достать до аэродрома российской авиации западным оружием, когда будет такое разрешение, безусловно, это даст немалый эффект. То есть, либо она будет уничтожаться на этом, либо авиация, либо компоненты, скажем так, связанные с применением авиации, будут уничтожаться и выводиться из строя. Это, естественно, затруднит действие. В любом случае, воздействие на аэродромы – это приоритетная задача. То есть, приоритетная задача для того оружия, которое уже есть у украинцев. Это, например, дальние беспилотники или не совсем уже беспилотники. То, что создается – крылатые баллистические ракеты. Уничтожение даже одного самолета на земле – это огромный успех, потому что самолетов не бесконечно. Самолеты новые поступают, ну, считанными единицами в год, ну, скажем, там, десяток, другой в год всех типов и то по ранее заключенным контрактам. Самолеты выводятся из строя, самолетов активных не так уже много. Поэтому хоть какие-то потери – это крайне важно. Да, длинная рука для этого, естественно, средство номер один. Есть и такое средство, как диверсии, которые украинцы уже применяли не раз. Это когда кто-то с близкой дистанции умудряется атаковать самолеты противника. Это, естественно, системы ПВО дальнего радиуса действий, находящиеся у линии фронта, действующие по засадной тактике. И тут есть возможность, и такое уже было, во-первых, подловить российские самолеты в момент сброса или в момент приближения к сбросу, либо, даже если не подловить, но создать для них угрозу, когда российский самолет поймет, что его, летчик, вернее, понимает, что он взят на сопровождение, скажем, системой Патриот, то, вероятно, он уже не сбросит бомбу в штатном режиме, а даже есть вероятность, что он сбросит бомбу прямо на Белгородскую область. Так что вот в таких случаях вроде бы нет результата. Никто никого не сбил, но даже если бомба, например, просто не попала, улетела абсолютно на открытую местность вместо Харькова, либо вообще упала в Белгородской области, вот он успех, о котором, может быть, никто не знает, но он достигнут. Так что целый комплекс мер наступательного, диверсионного, разведывательного, оборонительного, ПВОшного характера определенный результат дает, надеюсь, на каком-то этапе, но это не быстро произойдет, а это займет время, истребители новые F-16 начнут участвовать в миссиях «Воздух-воздух», и они создадут, но это еще раз скажу, это очень сложно, и это не сразу. Начнут создавать дополнительную угрозу для российской авиации, действующей относительно близко от фронта, и это даст дополнительный эффект. Однозначно. Киев ведет переговоры с западными государствами по поводу поставок истребителей «Гриппен» и «Еврофайтер», сообщил об этом наш министр обороны Рустам Умеров. Припоминается, конечно, по F-16 и Попея, а насколько сейчас возможно в связи с новыми реалиями войны, что получение этого типа истребителей может как-то быстрее все-таки запуститься, и насколько это действительно будет мощное также дополнение? Я тут не испытываю особого оптимизма по этим переговорам, я бы сказал так, в краткосрочной, среднесрочной перспективе Украине, видимо, следовало бы, ну, во-первых, если бы ей предложили истребители, скажем так, однозначно лучше, и тут есть интересные нюансы, чем та версия F-16, которая есть, то ради этого стоило бы пойти на попытку применять одновременно и F-16, и вот этот тип истребителей, например, Еврофайтер или новая вариация Гриппина. Ну, во-первых, у меня очень большие сомнения насчет того, что есть реальная готовность поставить новые Гриппины или Тайфуны Украине прямо здесь и сейчас, а главное другое, это не то, чтобы у украинцев в данный момент было свободные пилоты и свободный обслуживающий персонал, которые только и ждут, дайте нам самолеты. В принципе, небольшие партии пилотов непрерывно обучаются для того, чтобы овладеть F-16, насколько я понимаю. Многих нельзя отвлечь с фронта, отправляются небольшие партии в тыл, и для них самолетов F-16 должно хватить вполне. То есть в тот момент, когда есть на земле достаточно персонала обслуживающего и эксплуатирующего применения F-16, и в тот момент, когда есть достаточно пилотов, в этот момент самолеты будут. То есть обещано очень немало, ну, относительно немало уже обещано, фактически зарезервировано. И поэтому дело обстоит не в том, чтобы можно было кто-то сейчас вдруг даст другой истребитель, и эти истребители немедля пойдут в строй. Уже идет процесс по F-16. Вместо F-16, то есть если вот параллельно с F-16 начать попытаться эксплуатировать тот же Mirage 2000 или какой-нибудь другой истребитель, если речь не идет о каких-то особых дополнительных функциях, которые у него есть, а F-16 нет, это было бы разбрасывание сил, потому что это совершенно разные самолеты, разные системы эксплуатировать одновременно. Мало того, что украинцы только начали работу с F-16, еще и одновременно начать параллельно с F-16 с другим истребителем, это очень и очень сложно технически, технологически и логистически. Если бы еще раз, если бы украинцев были свободные силы и пилоты для того, чтобы перейти именно и к другим типам истребителей, вот тогда бы это было целесообразно, но все силы и так отправляются на F-16, которые по большому счету ждут в очереди своих эксплуатантов. Так что мне видится именно такой вариант, либо дополнительные хитрые возможности, ради них стоит идти на жертвы, в противном случае это будет за счет F-16 и с созданием очень серьезных дополнительных технических и иных проблем, а в перспективе когда-нибудь получить более новые вариации F-16 или более новые вариации европейских истребителей, это было бы привлекательно. Но если мы говорим о ближайших полугодья, годе и полутора годах, то мне видится необходимость сконцентрироваться именно на F-16, которые уже стоят в очереди, что называется, и лишь только если кто-то даст что-то особенное на других типах, тогда стоит на это обратить внимание. Спасибо, Давида, вполне логично и соответствует реалиям. Двигаемся дальше, тут как-то неделю назад началось в прошлую среду российское контрнаступление на территории Курской области и в принципе даже еще не дождавшись среды этой как-то закончилось. А почему у них не получается? Ну наступление в любом наступлении и в любом сражении всегда есть две стороны. И всегда, если противодействующая сторона действует должным образом или на каком-то этапе начинает действовать должным образом, все уже отнюдь не только зависит от тех, кто проявил инициативу. Насколько можно понять, частичного успеха они достигли, далее были остановлены. Сегодня попытки все равно какие-то продолжаются, есть там бои вокруг населенного пункта Любимовка. Плюс украинское командование задействовало план, который был, что называется, на этот случай, насколько я понимаю, это два удара на другом участке границы, который до этого был не тронут в направлении населенного пункта Глушкова, то есть во фланг наступающей группировки. Тут, насколько можно судить по открытым источникам, продвинуться далеко по-настоящему не удалось, но это создало угрозу. Это отвлекло российские резервы и, соответственно, осложнило им всерьез дальнейшие наступательные операции. На другом противоположном участке, контролируемом украинцами Курской части этой Курской области, там тоже имело место совершенно локальное наступление российской армии. Они заявляли, и вроде бы это даже подтверждено, захват какой-то деревни, но в целом операция там носила локальный характер. По большому счету мы до сих пор не видим таких вот, я бы сказал, это очень масштабных усилий наступательного характера с целью выдавить украинцев из Курской области. То есть эти наступательные амбиции пока носили ограниченный характер. Я это связываю с недостатком сил. То есть формирование наступательной группировки, видимо, еще полностью не закончилось. И в любом случае то, что Курскую область защищать было почти некому. Ну, вот этот вот 488-й мотострелковый полк, чуток Ахматовцев, пограничники, причем все это на слабом уровне, было показательно тогда, в том плане, что Россия все свои свободные силы и резервы бросает на Донецкий фронт. И, в общем-то, сегодня сил свободных резервов не так много. Их раздергали со всей территории России из второстепенных участков фронта, в частности, Чатового Яра, который даже нельзя назвать второстепенным, и сил, по всей видимости, не особенно это достаточно, чтобы пытаться решительным образом начать наступление в Курской области. И мы видим только первичные такие вот попытки локального и полулокального характера. Но это не значит, что в ближайшие дни или недели ситуация там, они не попытаются изменить ситуацию. Ага. Но для этого им понадобится что? Перетягивать с других участков все-таки фронта войска или срочников понабросают? С других и срочников концентрация сил проведения каких-то учений перед дальнейшими действиями. Я не знаю, какова у них практика, но если, например, есть время и какая-то часть подразделения считается там только сформированным, небоеспособным, неделя-другой учений в условиях, проведенных боевых, может помочь этому подразделению стать более эффективным. Даже не мочь, а должна помочь. То есть вот вам пример такой практики, еще какие-то силы дополнительные. То есть то, что я называю формированием группировки. К сожалению, опираясь на открытые источники, сложно знать, кого реально успели перебросить. То есть есть на это что-то информация, но иди знай, насколько она подтверждена, каковы темпы, кого еще планируют. Если бы знать на уровне разведок, что, кого и куда, можно было бы судить и о планах, и о том, когда эти планы попытаются реализовать. Причем тут даже не обязательно знать, что называются мысли противника. То есть иногда сама концентрация сил и их количества, как по месту, так и по колей, по тому самому, по их возможностям, говорит сама за себя, причем и говорит и о срок. Давид, а можем ли мы утверждать, что сейчас и, как видим, и на Покровском, Кураховском направлении не только тоже действия россиян немного уже не такие быстрые и успешные? Они не такие быстрые, но именно Кураховское направление, Покровск, в самом деле, если не считать небольшого продвижения именно в направлении Покровска в одном из населенных пунктов, с Покровском как раз дело последней недели обстоит гораздо лучше. А другое дело, что вот южнее, и тут мы говорим Селидово, по сути потерянный Украинск, есть, естественно, сам город Курахова и Углидар, вот весь этот длинный участок, он очень проблематичен на самом деле. Там налицо и продвижение российской армии, и главное, сама по себе ситуация на ряде точек представляет из себя большую опасность для украинских военных, потому что там налицо охваты и полуохваты. А где есть охваты и полуохваты, это угроза для обороны, это угроза оперативного окружения. И это необходимость взвешивать возможность либо резко, я имею в виду уже для обороняющихся, для украинского командования, либо попытаться изменить ситуацию резко на конкретном участке, а это можно сделать только за счет применения резервов, с которыми всегда дела обстоят не очень хорошо, либо необходимость отступить, чтобы окружения избежать. Есть этот выступ в районе Невельского, есть еще один выступ, я имею в виду это украинская оборона, где украинцы ее держали, не отступая, но зато их обошли с флангов, и это создает очень серьезную угрозу. Есть еще один выступ, сам Углидар, который очень долго и эффективно оборонялся, сегодня находится под угрозой охвата с трех сторон, это видно на карте по подтвержденным собственно данным. В Торецке, кстати говоря, очень тяжелые бои внутри города, так что это уже не совсем то направление. В общем, я веду и в районе Часового Яра есть попытки обойти этот укрепрайон с разных сторон, то есть из севера и с юга, форсировав канал, который там является такой очень знаковой линией. В общем, везде, на всех перечисленных местах ситуация остается тяжелой, и здесь нельзя обольщаться насчет того, что она категорически исправляет. Давид, и еще одна тема, конечно же, не могу вас не спросить. Пейджеры, рации, другое оборудование, Хизбаллы взорвалось, и добрый вечер. Что мы должны понимать об этой успешной операции, что могло взрываться, и понимаю ли я правильно, что дело этим совсем не ограничится? Операция, Израиль не брал ответственность на себя за эту операцию, впрочем, это обычная практика в делах спецслужб и конкретно в израильских подходах. Операция была реализована в два этапа. В первый день, 17 числа в 15.30, после некого сообщения, которое должно было для владельцев педа и пейджеров выглядеть как сообщение от командования Хизбаллы, взорвалось не менее трех тысяч аппаратов, находящихся на руках у боевиков организации, причем во многих случаях это не самые рядовые боевики, а те, кто исполняет те или иные обязанности, то есть те, кто должен получить кодовое защищенное сообщение с каким-то приказом или с каким-то важным посылом от командования. Пострадали, естественно, такого рода аппараты не могли быть заминированы серьезным образом, я веду серьезным образом большим зарядом взрывчатки, там было буквально пару грамм, с точки зрения технической это довольно сложно и главное важно, чтобы тебя не обнаружили, кстати и побочный ущерб важен, чтобы не пострадали уж сильно гражданские лица, которые находятся вокруг. В итоге это был удар номер один, на следующий день взорвались уже рации другого типа раций и электронные девайсы другого типа из другой партии, вероятно поступившие другим способом и в сумме в двух этих случаях около трех тысяч боевиков были ранены, многие десятки убиты, более того ранения носили даже когда они формально не являются тяжелыми, они тяжелые по сути, например если сотни человек лишились глаз, кстати говоря иранский посол лишился глаза, иранский посол как прямой куратор Хизбаллы и вероятно офицер корпуса стражи исламской революции по каким-то известным ему причинам имел на руках или он, или кто-то из его помощников Хизбалловский пейджер, то есть пейджеры не должны были иметь какие-то гражданские посторонние лица, это сугубо оперативная связь боевика, который должен иметь его при себе круглые сутки, семь дней, неделю. Итого за два дня было ранено, как я уже сказал, три тысячи, примерно три тысячи боевиков. Что тут сказать, эта операция с точки зрения разведывательно-диверсионной не имеет, наверное, никаких аналогов в истории, потому что одно дело ликвидировать какую-нибудь высокопоставленную персону, подсунув ей некое электронное устройство, это не вновее, Израиль был пионер в этой области. Но здесь налицо массовый, генетически назовем это удар по возможностям противника на том уровне, который достигается, я не знаю, иногда неделями успешных общевойсковых боев. То есть если в Хизбалле 40 тысяч оперативников первой линии, резервистов и регуляров, то когда выводятся из строя даже на время три тысячи, а из них заметная часть уходит без возврат, это процентов 7,8 отличного состава. Это не считая того, что многие пострадавшие это командиры высшего ранга. Психологически это стал очень тяжелый удар и для Хизбаллы, для их престижа и для всего Ливана. То есть в тот момент редко достигается такой психологический эффект, когда теряют веру и в руководство свое в заметной степени, и когда начинают бояться всего, в буквальном смысле. На уровне шуток, что сигареты начнут взрываться и начнут взрываться чайники, а там в самом деле стали бояться в буквальном смысле всего, и достижение это в буквальном смысле, это то, что случилось, потрясло основу-основу на всем, что здесь ждет Хизбалла. Пейджеры же, кстати, заказывались именно для того, чтобы связь была безопасной, потому что считали, что Израиль может слышать и видеть почти все, если пользоваться стандартными девайсами. Но что касается дальнейшего, вот это самое главное. Операция, как я уже сказал, была совершенно поразительной. Еще один момент стоит отметить. Здесь умудрились два фактора использовать. Во-первых, технологии. Самая возможность такой реализации, как это у нас принято говорить, называется красная кнопка. Нажал и много проблем частично решается, скажем так. Так вот, кроме этой красной кнопки технологической, сделать так, чтобы Хизбалла, сама того не ведая, закупила пейджеры и другое оборудование не у какого-нибудь тайваньского производителя, а у того, кого надо, а тот, кто надо, либо сам это произвел, в полном смысле слова, либо контролировал партию и передал уже Хизбалле в нужном виде с взрывателями, с платами для инициации и небольшим зарядом взрывчатки. Вот это поразительное достижение с точки зрения оперативной. Ну и такой курьезный момент. Хизбалла еще и заплатила за это полтора миллиона евро. Фактически она в заметной степени окупила операцию, насколько я понимаю, операцию против самих себя. Хотя боюсь, что операция стоила гораздо дороже, чем полтора миллиона за пейджеры. Продолжение это главное. Продолжение определенное последовало. Хоть тут, хоть Израиль не брал на себя ответственность. Важно понимать, тот, кто на это решился, на такой шаг, отдавал себе отчет, что шансы на большую войну после этого резко возрастают. То есть Израиль пока не пошел на большую войну с Хизбаллой, однако Израиль перешел на иную ступень противостояния с Хизбаллой. Вот эти операции, что не взяты на себя ответственность, это ладно. Хотя это далеко не просто так, мягко говоря. Сам генсек Хизбаллы признал, что это был самый тяжелый удар в их истории для организации. Далее был ликвидирован ударом в Бейруте, демонстративным образом был ликвидирован человек номер один в военной иерархии Хизбаллы. После того, как в июле был ликвидирован его предшественник номер один. На этот раз Ибрагим Акель, человек, которого разыскивали многие долгие годы, ответственный за взрыв американского посольства в Бейруте еще в 1983 году, за голову которого американцы давали 7 миллионов долларов, он был ликвидирован в Бейруте ударом высокоточного оружия. Он со штабом спецподразделения Радуан, это такая бригада сил специального назначения Хизбаллы, все ее командиры и те, кто под ним находился, члены оперативного командования Хизбаллы, были уничтожены ударом проникающих бомб вот там, где они находились, это был удар тоже потрясающий по значимости для Хизбаллы, причем вот это вот спецподразделение Радуан, задачей которого является неожиданное вторжение в Израиль, в том числе на подобие Хамасовского 7 октября, оно было фактически лишено своего всего командного состава, высшего и среднего командного состава. Опять-таки этот шаг показывает, что Израиль изменил правила игры, уже не следует правилам игры Хизбаллы, а значит задачи, которые поставлены израильским правительством это возвращение жителей севера Израиля в те места, откуда они эвакуированы, начинает выполняться, но чтобы она была выполнена, необходимо коренное изменение правил игры, без дипломатического урегулирования мне видится маловероятным, по крайней мере реальное, фиктивное может быть, но надеюсь на него израильское правительство не пойдет. А раз так, эскалация ступенчатая продолжается, инициатива сейчас по стороне Израиля, Хизбалла в довольно тяжелой ситуации реагировать сильнее, и тогда шансы на большую войну для нее еще больше повышаются. Но видимо ступенчатый подход к началу большой войны это то, к чему Израиль сейчас придерживается, так что самые важные события еще впереди. Ставим три точки, наблюдаем, анализируем вам, как всегда, восклицательный знак, Давид. Благодарю за прекрасную аналитику, за ваше время и за разъяснения, всегда понятные и логичные. Спасибо, увидимся через неделю, надеюсь, всего доброго. Огромное спасибо, всего доброго и побольше хороших новостей. Однозначно, и нам, и вам, которые мы и обсудим. Спасибо еще раз. Давид Шарп, военный обозреватель Ирина Узлова, зовут меня. Спасибо, друзья, что провели это время вместе с нами. Спасибо за ваши активные просмотры. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, когда уже в записи будете нас смотреть. Подписывайтесь на YouTube 24-го, пожалуйста. Все эти ваши действия позволяют нашим разговорам продвигаться его просторами. Берегите себя, верьте вооруженные силы Украины. Увидимся и победим.